Короче, слушай, расклад такой, я поднимаю весло вверх, со мной пища щей просто, руки вот так вот тянет вообще. Я слышу вот запах мочи такой в клубе, да? Я понимаю, что зал от кайфа просто стыканул немного. Я на гитаре соляк такой валю, из комбаря, блять, летят искры, смотрю туда-туда, сидят американские звукачи, вот так вот руками хлопают, слюни текут. И тут я, давай, 32-ми стирачат, все бабы, во, во, это Крещик, я хочу от тебя детей, баба, встань в очередь! В принципе, можно много рассказывать про наши концерты, приходите сами, все увидите. Те ролики у нас носят очень стебный характер, для того, чтобы понимать эти ролики, нужно быть знакомыми с творчеством театра Монти Пайтон, известные комики во всем мире. И вообще, люди, которые привыкли у нас к юмору, который показывают по нашим телеканалам, конечно, не могут адекватно это воспринимать. Например, достаточно посмотреть стендап выступления и Джима Керри, и Эдди Мерфи, и любых дорогих мировых актеров, и где они поднимают довольно-таки щепетильные темы, это разные темы, это и секс, и дружба, и политика. Ну, чтобы понимать, что юмор не всегда бывает каким-то мягким, прилизанным, и то, что мужчина переодетый там в платье женское, это как-то смешно. Ну, то есть, это форма юмора определенного, этот ролик, это юмористический ролик, который несет в себе определенную сверхзадачу и цель. И то, что он так выстрелил, говорит лишь об одном, что он попал, значит, он задел. Наша цель была простебать некоторых людей, ну, значит, получилось это сделать. Субтитры подогнал «Симон» У нас на роликах стоит ограничение 18+, у нас на роликах стоит всегда предупреждение, не смотрите. Если не нормативная лексика, мы всегда предупреждаем, это не нормативная лексика. У нас написано везде, если вам не нравится группа, создайте какую-то антигруппу и там высказывайте свое мнение. То есть, здесь был чистый саботаж. Взяли ролик, мы его никуда не рассылали. Он был размещен у нас в группе, получил положительные отзывы, был размещен для нашего слушателя. Он носил информационный оттенок. Нам сейчас предъявляют, что якобы это была рекламная чуть ли не компания, которая продвигалась по Беларуси. Это некий человек взял, либо некая структура взяла этот ролик, выгрузили самостоятельно из нашей группы и распространили его всем предполагаемым спонсорам фестиваля. У меня конфисковали компьютер. Месяц мне пришлось думать, как мне работать, искать компьютер, брать у кого-то какие-то запчасти, чтобы как-то работать. В итоге экспертиза, как и предполагалось, не выявила никакой порнографии. Был получен отказ в возбуждении уголовного дела. По отношению меня отказать. То есть другие ребята даже не получили еще, наверное, это. Вот. Документ подписан 8 августа 2013 года. То есть уже на тот момент было ясно, что в ролике ничего нет. Моя жена здесь работала. После этого инцидента с роликом ее вызвали, спросили, что вы были в курсе, что есть такой ролик. Она сказала, да. Почему? Ну, то есть после разговоров о том, что она сказала, что это позиция группы, это их самовыражение, на заводе ответили, что нам не по пути. Ну, мол, чуть ли не вы должны были что-то там рассказать или что-то. Ну, и то есть ей пришлось уволиться. Я здесь работал на должности режиссера народного театра, молодежного народного театра «Мэтр» и руководителя команды КВН «Трезвые кони». Работал в течение 7 лет где-то. Вот. И в марте 2013 года, то есть у меня был разговор с начальством, где мы как бы поговорили, мне сказали, ты можешь заниматься либо группой своей, либо продолжать работать. Ну, я выбрал, что группа мне ближе, уволился. Это группа, которая позволила, наверное, впервые в истории этого города создать какое-то культурное сообщество. В плане вот этого вот фестиваля «Рукачев», который для меня даже, человекообразованного, можно сказать, пускай даже я себя все-таки люблю, интеллектуально развитого, для меня было это действительно событие, потому что я не представлял, что такое может быть у нас. Потому что мы, ну, к чему мы привыкли? Мы привыкли к тому, что мы можем выйти отдохнуть в парк где-то еще, где-то встретиться с друзьями, где-то нарубиться алкоголем или что-то еще. А здесь действительно было культурное событие, которое позволило людям, которые молоды, свежи, поприсутствовать там, где можно энергетически разрядиться. Причем, ну, что значит энергетически разрядиться? Поучаствовать в событии в каком-то, действительно поучаствовать. Хочется попеть, потанцевать, поорать, в конце концов. Потому что даже аппарат, иной раз хочется. Ну, бывают такие случаи в жизни. Крикнуть хочется, потому что куча кругом нас окружает каких-то моментов, через которые мы не можем пробиться, понимаете? Мы не можем достучаться до кого-то через какие-то двери, через каких-то, пускай я скажу так, чиновников, через те же представители культуры, которые нам... Ничего культурного-то не прививают на самом деле. Летом должен быть большой фестиваль вообще состояться, должно было более 40 групп приехать, хедлайнеры российские, серьезные. На фестивале ожидалось более 3000 человек, что его посетит. Вот. Ну, и в итоге из-за анонимки, которая поступила в адрес спонсоров всех негативной анонимки, фестиваль был сорван, он не состоялся. Спонсоры отказались от сотрудничества все одновременно. Других спонсоров найти не удалось. И даже несмотря на то, что в итоге было доказано, что никакого уголовного преступления в этом ролике не было, вернуть фестиваль не удалось. То есть 24 августа он должен был состояться, но не состоялось. Что касается отмены фестиваля Рокачев, который был запланирован на 23 число, то здесь власть себя повела весьма глупо и в какой-то степени даже кощунственно, потому что известно, что город потерял порядка 100 тысяч долларов в отчислении в районный бюджет. Это первое. Второе. Средства, часть средств, которые были выручены от проведения этого фестиваля, планировалось направить на лечение больного ребенка. Ну и третье. В нашем городе есть своеобразная визитная карточка. Это знаменитая Рокачевская сгущенка. И фестиваль Рокачев, который был очень известен, популярен уже не только в Беларуси, за ее пределами, мог бы стать второй визитной карточкой. Это бы повысило имидж города, узнаваемость города. И самое главное, что гораздо лучше, если молодежь увлекается музыкой, а не распитием спиртных напитков по подъездам, наркотиками. Как известно, проблема и наркотиков, и алкоголя в Рокачеве стоит очень остро. Ну, в протоколе администрационного порушения, там есть два складника. Это то, что были оголенные частки тела, и то, что была некая имитация полового акта. Вот. И половый акт у себя включает некие иншие деньги, ну, и уодрознение от тех, какие были зафиксованы. Вот. А оголенные частки тела, они так само, ну, у каждой рекламы, напевно, есть, ну, так-то иначе оголенные частки тела. Вот. И тому, вот, минавито потому, что было зафиксовано в протоколе, это не заявляет администрационным правопорушением. Сама группа «Секс» является очень популярной группой уже не только в Рокачеве, а и в Беларуси. Она достаточно известна в России и в соседней Украине. Очень много композиций данной группы, они пропагандируют любовь к своей земле, любовь к своей стране. А что касается заявления наших уважаемых властей про какие-то порнографии или элементы эротизма в данных роликах, ну, так, дорогие друзья, давайте посмотрим на нашу рекламу. Там постоянно тоже оголенные части тела. Давайте посмотрим конкурс «Мисс Минск», там и вовсе стриптизерши участвовали. Почему тогда их не привлекают к этой ответственности? Но если ты сомневаешься, тебе нужен повод, мы все еще повторим раз по кругу. Я начинаю по флангу, ты заходишь слева, в этой точке ожидает наград. Да, да, я доверяю тебе, ты доверяешь мне, а больше нам ничего и не надо. Все будет нормально, все будет клево, жизнь повторяет нам снова и снова. Все будет нормально, все будет клево, жизнь повторяет нам снова и снова. Продолжение следует...